Индийский штамм в столице. Врачи предполагают, что в Нур-Султане циркулирует разновидность коронавируса, которая широко известна в мире как дельта или индийский штамм. Он отличается большей заразностью, симптомами и тяжелыми осложнениями. Подозрения о новом штамме возникли из-за резкого роста числа заразившихся. В Минздраве инициировали ПЦР-скрининг положительных результатов на ковид и пришли к предварительному выводу, что в страну пришел индийский штамм. Точные данные обещают сообщить по итогам исследований ДНК-образов. А санитарные врачи не исключают введение новых ограничений. Индийский штамм опасен своей заразностью, ведь один заболевший способен заразить вирусом сразу шестерых. Если сравнить его с уже привычной формой коронавируса, то там один инфицированный заражает троих. Эта мутация легче и быстрее атакует иммунитет и отличается еще более высокими показателями смертности. Опасно и то, что симптомы часто напоминают обычную простуду с насморком и болью в горле. Штамму Дельта характерны также боли в суставах, желудочно-кишечные расстройства, осложнения в виде потери слуха и мышечные спазмы в конечностях. На сегодняшний день в Казахстане циркулирует как минимум три штамма коронавируса, включая британский и южноафриканский. Главный санитарный врач страны Ерлан Киясов сообщил, что в связи с вероятностью появления индийского штамма столицы могут ужесточить карантин. Конкретные ограничения должны обсудить уже завтра на межведомственной комиссии.